Дамы и господа, добро пожаловать на, хотелось бы мне сказать снэпшот, но это бета-версия Майнкрафта, бедрок именно. Но это еще не самое главное. Самое главное то, что это бета для версии Майнкрафта 1.19 под названием «Дикое обновление». И то, что я нахожусь в бедроке, вы можете понять по тому, что моя маска опять запотевшая и не видно глаз. Я не пытаюсь вас каким-то образом обмануть, все действительно так, мы на самом деле на версии Майнкрафта 1.19, точнее бете пока что, где добавили лягушек. Так что подписывайтесь, ставьте лайки, колокольчики и мы будем начинать. Погнали! Вообще нежданно, негаданно разработчики решили выпустить именно эту бету-версию. Та же самая ситуация была как раз таки из 1.17, там впервые вышло обновление пещеры скалы, как раз таки в виде бета-версии для бедрок Майнкрафта. В этом нет ничего плохого, это супер, это классно. Но что самое интересное, все разработчики поголовно в своем твиттере начали выкладывать вот такие подобные скриншоты, где были изображены лягушки и бананы. Было таких много, это очень странно, непонятно, я не знаю почему разработчики вообще решили именно делать бананы и лягушки. Я попытался как-то поискать информацию о том, что же такое бананы и лягушки. Возможно, есть какой-то мем, про который я не знаю, но все что я нашел, то что когда-то давным-давно лягушка смогла преодолеть путь в 500 километров в кожуре банана. Ну то есть вроде бы как тоже смешно, но я не думаю, что они имели это ввиду. Если у вас есть какие-то предположения, то милости прошу, напишите мне про них в комментариях, а мы будем чекать лягушек. Давайте-ка мы с вами переместимся в этот шикарно-чудесный биом под названием «Болото». Если вы следили за обновлением и следили за снапшотами, то знаете, что разработчики прям очень сильно и пристально следили за ним, и обновляли его, делали его лучше, качественней, более проработанней. И чтобы вы понимали, где-то я вот они вот, наконец-то я увидел этого парня, гляньте какой он красивый, жесть. Как же блин, он мне нравится, вау. Это только что первая реакция была, потому что я их впервые в жизни увидел именно в Майнкрафте. И выглядят они шикарно, гляньте как он вальяжно ходит, передвигает своими лапами. Какая плавная и красивая анимация, жесть. И как они красиво прыгают, господи, я кайфую. Честное слово, кайфую от того, насколько они красивые и крутые. Ох ты же, он еще и квакает, и у него даже его вот это вот брюшко, то ли что это такое, я не знаю, оно становится большим, когда он квакает. Ну-ка, посмотри, давай еще раз. И нет, к сожалению, он не издает никаких звуков, когда он квакает, это кстати очень странно. Возможно, еще разработчики просто ему не добавили эту возможность. Ну гляньте, какие у него лапы. Но есть звук, когда он прыгает. Вот, только что вы услышали, как они прыгают. Это пока что только, возможно, тестовый вариант. В будущем, возможно, это все изменить, потому что только первая бета, так что не стоит сильно видеть тому, что здесь вообще показано. Идем дальше, потому что эти ребята питаются, как вы думали, чем? Если они находятся в ботах, то скорее всего, теми ребятами, которые здесь проживают. И если вы подумали, что это овца, то нет, не подумайте, ни в коем случае. Они едят слизней, только вот таких. Вау, как это красиво, только что было. А ну-ка еще, это слишком большой. Ну-ка, ну-ка, маленькие слизни. Пошел, пошел, в расход. Два, три, погнал! Ну-ка, ну-ка, еще один. Есть! Как же это красиво! Они вытаскивают свой язык и заглатывают их, при этом всем убивая. Это автоматическая ферма слизи в Майнкрафте! Ну, кайф! Это прям круто! Я в шоке! При этом, смотрите, ну, оставляют же после них. Ну-ка, давай-давай-давай, кушай! Класс! Еще давай, еще одну скушала! Прям в полете! Пошли дальше их хавать, гляньте! Плавают! Гляньте, как они красиво плавают! Жесть! Что происходит вообще? Какие же кайфули! Я в шоке! Как они красиво плавают! Я уже ожидаю эту анимацию в Майнкрафте. Мне очень нравится то, что после того, как лягушки съедят слизни, дроп все равно остается. Опыта нет, что самое главное, это хорошо. А вот сам дроп остается, и это очень круто. Мне интересно, что они сделают, если это будет блок слизи, к примеру? Может они как-то на него среагируют, или что-то будут делать? Нет, нифига подобного. Самое главное, они едят слизней. Как же, блин, это классно. Самое главное, маленьких, прикол, кайфы. Видите, у них даже нет какого-то кулдауна, именно того, как они будут есть. Вот например, в Баксвотли есть этот кулдаун, а у них этого нету, кстати. То есть, они могут есть, есть, и еще раз есть, сколько им вздумается. Возможно, в будущем это тоже пофиксят, и им дадут какой-то специальный кулдаун, для того, чтобы они поедали этих слизней. Продолжаем наше приключение, потому что наших лягушек еще и можно размножать. Как думаете? Что же это будет за предмет? Если вы сказали, что это морская трава, то вы совершенно правы, потому что это именно она. Ну-ка, держи тебе, дружище, держи тебе, дружище, и сделайте маленького, красивого бэбика. Точнее, бэбиков. Ну-ка, 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 где я не понял, это все так быстро было? Даже не поцеловались толком. Ну окей, это не столь важно. Но разработчики заявили еще одну очень важную вещь. То, что морская трава, это пока что не финальная версия. Они в будущем ее заменят, и неясно, будет ли это уже существующий предмет. Либо же они придумают какую-то особую еду, например, те же бананы, про которые они показывали в своих твиттерах. Я только не понимаю, почему, когда вы начнете откладывать икру. Где икра? Дамы и господа, я разобрался, как нужно размножать наших лягушек. Это нужно все делать как раз таки в воде. Только в этом случае, они смогут отложить икру. Ну-ка, опа, вот, вот, вот она, вот икра, из которой должны вылупиться головастики. Так что нужно размножать как раз таки их в воде. Они почему-то сами не идут к воде, чтобы размножаться. Вау! Вот это было красиво! Посмотрите, только что из этой икры, ну я так думаю, что можно назвать это икрой, вылупились вот такие чудесные головастики. Гляньте, вот один, вот второй, вот третий и вот четвертый. Интересно, 4 это максимум или может быть больше? Вот что мне интересно. И я вам скажу, что может быть даже больше. Посмотрите, у меня сразу вылупилось аж целых 6 штук с одной вот такой вот кладки. Блин, сколько же их вообще может быть? Я вам так скажу, что головастики вообще никоим образом тебя не боятся, и ты можешь к ним подойти и забрать их к себе в ведро текстура. Очень смешная, очень забавная. И они сами по себе такие миленькие, потому что, кстати, это отдельный полноценный моб, который вы можете забрать себе точно так же, как и к салотли. И потом вырастить его в любом удобном для вас биоме, либо же водоеме. Какие же, блин, они кайфовые, мне они так нравятся. Такие маленькие, небольшие пиксели, но выглядят они ну крайне смешно, потому что, ну они очень маленькие, прям очень-очень маленькие. Давайте посмотрим, что же будет, если мы выльем их на воду. Они будут прыгать словно рыбки, как видите, только звуков у них вообще пока что никаких нету. И начинают умирать. Буквально секунд 10-15, и они сразу же умирают от удушья. Эксперименты с неркиным. Давайте-ка мы с вами проверим, сколько нужно времени для того, чтобы вообще головастики смогли вырасти в обычных настоящих лягушек. Так что, я поставил себе тут таймер. Поставим сразу несколько. Возможно, у них какие-то рандомные вообще таймер для того, чтобы они выросли. Это можно в принципе забрать себе обратно, прошу прощения. И посмотрим, насколько же быстро они вообще могут вырасти. Так, смотрите, тут даже можно ускорить процесс при помощи обычной морской травы. Ну и в будущем, если её заменить, то на что-то совсем другое. Ух ты ж, ё-моё, вылезла и пошла себе гулять. Ну-ка, ждём. Небольшое включение, прошло чуть больше 8 минут. И, к сожалению, они до сих пор почему-то не выросли. Меня это очень сильно бесит. Я сначала подумал, что, возможно, им тут мало места, но я потом посмотрел на вот этих ребят, которые вылупились ещё раньше. Они до сих пор тоже не выросли, хотя у них очень крайне много места. Поэтому это как-то странно. То есть, даже обычные мобы, которые там, например, детёныш-коровы, там, свинки и так дальше, они вырастают примерно за 5-6 минут. А здесь уже 8 минут прошло. Я не понимаю, почему так долго. Тем временем, пока проверяем, решил попробовать, каким-то образом реагируют ли утопленники на головастиков, как, например, с теми же самыми яичками черепашек. И вроде бы как, нет, видите, он вообще никаким образом на него не реагирует. Вот, просто смотрит на меня, да и всё. Как-то не пытается их уничтожить, съесть или что-то с ними сделать. О, выросли, выросли, приятно. Ещё одно включение, прошло чуть больше 12 минут, и ничего, не вырос ни один из них. Возможно, просто разработчики ещё не добавили им возможность роста из обычных головастиков, нормальных жаб, путём простого времяпрепровождения в воде. Но если ускорять их рост при помощи морской травы, тогда они вырастут. Наконец-то, это начало происходить. Дамы и господа, я всё просто взял и перевёл в ночное время, потому что и потом, возможно, они нарастут только ночью. И, как видите, спустя 3 минуты, они выросли. Только я не знаю, суммируется ли то время, что было днём, либо же только то, что ночью. Но, видите, вот все, которые были вот здесь, они тоже успели вырасти в нормальных лягушек. Короче, не знаю, очень сложно и очень непонятно, нужно проводить ещё много-много тестов. Это ещё не всё, потому что мы переместились с вами в биом джунгли, это тропический биом, и в нём у нас будут находиться совсем другие лягушки. Только сразу говорю, сами лягушки могут спавниться только в болотах, а вот все остальные их вариации, вы уже должны сделать сами. То есть, например, если мне нужна тропическая лягушка, я ловлю их сначала в болоте, головастиков как раз таки, а потом отношу их в тропическое место, как вот сейчас. И, только я не понял, где она, куда она, а вот, всё хорошо. И давайте попытаемся её вырастить, и получим какую же, скорее всего, должна быть белая. Да! Посмотрите, какая красивая, какая вот, о, ма, ма, такая красотенька. И то же самое можно вот здесь. Так, только нужно вырастить, а не посадить. Ну-ка, всё хорошо. И мы тоже можем их вот таким образом размножать, и они будут оставлять свои икорки. И вот же здесь начнут размножаться другие лягушки-головастики, которые, видите, у них совсем другая текстура. Белая, если не ошибаюсь. Так что, вот такая. Это белый вариант, оранжевый, это стандартный, это тропический вариант. И есть ещё одна. Чтобы продемонстрировать вам следующий вид лягушки, нам телепортироваться придётся как раз таки в холодные объёмы. К примеру, это тайга. Найти какой-то тоже водоём, который не замёрз, и уже то же самое повторить с этим головастиком. Ну-ка, ты должна быть зелёной, если я не ошибаюсь. О, да, пусть смотрите, зелёная мне нравится больше всего. Она такая настоящая, прям типичная лягушка, которую ты представляешь себе в голове. Не белую, не оранжевую, а как раз таки вот такую зелёную. Кайф! Гляньте на этого парня. Ну, он самый настоящий кайфарик. Так, есть ещё одна. Давайте мы его тоже. И их также самое можно, как и всех остальных, как видите, размножать. И вот один получил еду, и второй получил еду, третий. И они тоже будут откладывать свои яйца, точнее икру, на воде. Ну-ка. Опа, хорошо. Тут текстура, в принципе, такая же. Так, мне ещё интересно, будут ли они размножаться, если я скрещу разные виды, тропическую и обычную. Вроде бы, да, всё нормально, всё хорошо, они размножаются и даже откладывают икорку. Я так думаю, что цвет и сам вид лягушки, зависит в каком объёме они отклали свои яйца, поэтому смысла уже за ними наблюдать нет. Но довольно интересно. На всякий случай скажу, что вот эти лягушки, они сразу не доступны в бете. Даже если вы вступили в бету, у вас скачалась и обновилась специальная версия, и у вас появилось вот такое название бета, и всё осталось серо, всё нормально, всё хорошо. Вы нажимаете кнопку играть, создать новый мир, создать игровой мир, а затем листаете чуть-чуть ниже, и находите раздел эксперименты. И вот здесь нужно вот этот ползунок обновлений дикой природы активировать, затем согласиться, что вы активируете эксперименты, и только в этом случае у вас появится обновление, соответственно дикой природы. А там дальше выбирайте другие настройки, какие вам нужны, и нажимайте создать. Вот такая у нас бета вышла сегодня, она мега интересная, лягушки мега крутые, мне они очень нравятся, их анимация, то как они двигаются. Понятное дело, что их ещё будут дорабатывать много времени, но сразу скажу, не привыкайте к тому, какими они есть, сейчас они ещё могут поменяться тысячу раз. Если вам всё понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, и два раза нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать выход следующих видеороликов. А с вами, как всегда был я, Неркин. И помните, что мы открываем Майнкрафт по-новому! Ещё услышемся!